Приветствую вас, дорогие друзья, в этом новом лаковом видео. Вы знаете, я поняла, что просто физически не могу показать вам все новоприбывшие свои лаки, потому что их прибывает в слишком большом количестве. Поэтому в этом видео я покажу лишь, пожалуй, самые последние, но от этого не менее прекрасные, просто суперроскошные лаки от Мот, Селанаст, а также от Набио. Кстати, в это видео я позову своего несменного соратника Йорика. Он теперь у нас заделался в лаковые лорды. Это лаковое видео будет полностью с озвучкой. В предыдущем видео я решила провести такой эксперимент, да, и я показывала лаки просто с музыкой в основном. Но многие писали, что скучали по озвучке, поэтому в этот раз вы будете слушать разные образные фантазийные описания. Конечно, будут снова недовольны, обзывающие меня бабкой из сказки, но знаете, что я вам скажу? Фантазию и словарный запас не прожрёшь. Поэтому наслаждаемся этим новым лаковым видео. Сначала мы с вами поговорим об одной из последних коллекций от мотыльков по унесённым призраками. Это коллекция по замечательному мультику от именитого режиссёра Миядзаки. Вся коллекция получилась в таких довольно нежных пастельных тонах. Нет, конечно, есть исключения, были тёмные оттенки или более яркие. Но, тем не менее, каждый оттенок, даже если он кажется вам довольно нюдовым или каким-то слишком пастельным, в каждом из них есть определённая изюминка. И сейчас я вам раскрою все изюминки этой коллекции. Первый лак называется Камадзи. Камадзи в мультике это был шестирукий хранитель очага Купалин Юбабы, который руководил командой Сусуватари. Кстати, подарочный лак из этой коллекции так и называется Сусуватари. Но спойлерить в этом видео я его не буду. Вдруг ещё кто-то не получил. Камадзи. Это такое крыле сероватое с каким-то сизым оттенком. И в нём горящий красный шиммер. Это оттенок, который ложится на ногти каким-то туманом или смогом, свойств который проглядывается дьявольски подмигивающий красный шиммер. Но, кстати, этот красный горящий шиммер может преображаться в зависимости от освещения в оранжевый оттенок, желтоватый оттенок. Но никогда и ни при каких условиях он не блекнет. Это просто супер-мега изюм этого лака. Он роскошный. Я его уже наносила. Кстати, лаки из этой коллекции имеют роскошную текстуру. Они наносятся как по маслу. Плотность у них, конечно, разная. Но нанесение такое прекрасное. Крася ногти этими лаками, можно получить истинный кайф лакоманьяка. Камадзи я наносила в три слоя. Лак просто прекрасен. Анияку. В мультфильме это такие человекоподобные духи купалин, которые являются посредниками между другой героиней Юбабой и работниками. Также работниками и посетителями. Что касается лака, это зелено-тиловое крыле с розовым шиммером. Тоже невероятно красивый лак. Вообще хочется отметить, что база у этих лаков из этой коллекции имеет очень необычный оттенок. Он либо разбеленный, либо имеющий какой-то необыкновенный подтон. Также касается этого лака. Кроме того, у этого лака шиммер также горит и красноватым, и оранжевым. Иногда он переходит в какой-то золотистый. Может быть, даже иногда отдает каким-то лаймовым оттенком. Еще один прекрасный и роскошный лак. Я вообще, если честно, просто влюблена в эту коллекцию. Следующий лак просто сама нежность. И он называется Тихира, мы любим тебя. Это мега нежное розовое крыле с розовым шиммером. Конечно, в этом лаке шиммер, возможно, не так ярко горит, потому что он немножечко сливается с его базой. Но лично мне этот лак напоминает либо какую-то сахарную розовую вату, либо жевательную резинку, например, лавыс. В общем, это какой-то нежный розовый зефирный или жвачный оттенок. Лично у меня этот лак вызывает улыбку. Тихира – это такое нежное бледно-сиреневое крыле с довольно ярким зеленым шиммером. Что касается персонажа, только что мы говорили про лак Тихира, мы любим тебя. А это лак просто Тихира. В мультфильме Тихира была обыкновенная 10-летняя девочка. Она была главной героиней этого мультфильма. Она переехала в Новый город с родителями и оказалась на стороне духов. Родители попробовали пищу юбабы и оказались превращены в свиней, из-за чего Тихира пришлось пойти в услужение к юбабе. В результате заключения договора с юбабой получает имя Сен и замену ее собственного Тихира. В общем, сюжет мультфильма довольно интересен. Но не менее интересны эти лаки, поскольку посмотрите, какие они красивые. Как ярко горит и переливается шиммер в этом прекрасном красивом крыле. Хаку. Этот лак уже довольно темный. Возможно, это самый темный оттенок в коллекции. Это темно-серое, около черное крыле с таким шиммером. Он иногда кажется зеленовато-бирюзовым, иногда он кажется каким-то даже синеватым. Этот лак немножечко такой ведьминско-колдунский. Что же касается самого персонажа Хаку, он был учеником юбабы, также драконом и хранителем реки Кахакугава, когда он был в человеческом облике. Он, пожалуй, не сильно плотный, и для получения более насыщенного плотного пигмента на ногтях нужно от трех слоев, а может быть даже четыре, или какая-то подложка. Но сам лак очень интересный. Вы знаете, когда я покупала эту коллекцию, я думала, какой же лак мне взять? Хаку или юбабу? В результате я взяла и тот, и тот, потому что все они нереально красивы. Ку-ку! Кстати, иногда мне кажется, что у лака Хаку, у его шиммера имеется также и какой-то фиолетовый, может быть, розоватый оттенок. Вообще, у всех этих лаков из этой коллекции иногда появляется какая-то неведомая мультихромность в шиммере. Они просто какие-то волшебные, как и сам мультфильм, по мотивам которого они были созданы. Следующий лак Шикигами или Сикигами, как вам будет угодно. Это белое креле с шиммером такого цвета желтого золота. Иногда в нем проявляются какие-то оранжевые оттенки. Это очень красивый светлый лак, изюминкой которого является его шиммер. Именно этот горящий яркий шиммер делает это бледненькое креле таким необычным и таким притягательным. Что касается Шикигами, то это существа, появившиеся после налета Хаку на резиденцию Зенибы. Кстати, Зениба была сестрой юбабы. К сожалению, я выкрасила пока еще очень мало из этой коллекции. Мне не терпится поперекрасить на себя все эти роскошнейшие лаки. Еще одна нежняшка Асиро Сама. Это нежное белое креле с довольно ярким розовым шиммером. Асиро Сама в унесенных призраками был вежливый слоноподобный дух редиски, с которым Тихиро разделяет путешествие на лифте. На самом деле персонаж выглядит очень забавно и мило. Что касается Лака, то мне кажется, что у него очень похожая база с Шикигами, может быть, одна и та же. Но, конечно же, различается шиммер. Тут уже кому какой шиммер больше нравится? Золотисто-желтовато-оранжевый, либо такой горящий розовый. Лично мне нравится и то, и то. Батхаус Баня. Это золотисто-оливковое креле с красным шиммером. Это просто потрясающий лак. Великолепного и необычного оттенка. Мне он напоминает горчицу. Честно говоря, действительно, у этого лака горчичного в большей мере, пожалуй, проявляется какой-то оливковый потон. Но это необычное сочетание базы. И этого яркого, роскошного шиммера просто потрясает меня. И когда я увидела этот лак, я сразу поняла, что обязательно его закажу. Кстати, в этом лаке, так же, как и у многих других, шиммер иногда проявляет себя не только красным, но и каким-то ярко-золотым и ярко-оранжевым. Вообще, Баня в этом мультике была просто чем-то невообразимым. Эти плавающие уточки просто что-то невероятно милое. Поэтому не купить этот лак было просто невозможно. Вспомните сценки из мультика. Кто смотрел «Унесенных призраками», пишите в комментариях. Вот мы с вами добрались и до Юбабы. Она была хозяйкой того места, Купалин, куда попала Тихир, а также она была учительницей Хаку. Она была страшной колдунней, которая слов на ветер не бросает, не любит, когда ей перечит, но всегда сдерживает свои обещания. Она держит все и всех в ежевых рукавицах, кроме своего родного сыночка, которого она очень сильно любит. Что же касается лака, то это фиолетовое крыле. Причем это крыле не просто обыкновенного фиолетового оттенка. Здесь нет обычных стандартных цветов. Это фиолетовый с каким-то розовым потоном. Он также немножечко разбелен. И здесь бирюзовый шиммер, который также иногда может забаловаться и поиграть оттенками, не только бирюзовым своим основным цветом, но и также может прикинуться и каким-то фиолетовым и синеватым. Вот такие игривые шиммеры в этой коллекции, скажу я вам. А вот теперь мы поговорим как раз-таки про сына Юбабы, Бо Маус. Здесь, конечно, уже Бо после превращения, когда его превратили то ли в мышь, то ли в хомяка. Но Бо – это сын Юбабы, который ужасно избалован и капризен. И, кстати, до встречи с главной героиней Тихирой он никогда не покидал свои комнаты из-за страха матери перед всеми возможными инфекциями. Хотя, знаете, по размеру он был в несколько раз больше Юбабы. Сам лак является также пастельным, лилово-розовым. У него также есть интересный шиммер. Он вроде как смотришь на него и синий, а с другой стороны повернешь, что он становится ярко-фиолетовым. В общем, это я бы назвала лиловый лак с ярким синелетовым шиммером. Вот за что я полюбила эту коллекцию. Это за необычные оттенки и за яркие горящие шиммеры, которые играют и переливаются разными оттенками. Потрясающий лак Аогаэру. Вот, казалось бы, Наташа, ну сколько у тебя зеленых лаков? И все равно я их покупаю и покупаю. Это довольно насыщенный, плотный зеленый лак. В нем имеется какой-то и болотный оттенок, также золотисто-зеленый, яркий шиммер. Это потрясающий зеленый лак. Я, в принципе, люблю зеленые лаки. Каждый мной любим, каждый кажется необычным. Кстати, этот лак из коллекции по призракам довольно-таки плотный. Пожалуй, он, наверное, один из самых плотных в этой коллекции, но не менее красивый и не менее эффектный. Собственно говоря, персонаж Аогаэру – это дух лягушки, которая работает в купальне и выполняет роль смотрителя. Кстати, оттенок лака вполне соответствует этому персонажу. Дальше «Морская железная дорога». Это красивый оттенок голубого крыле с синим шиммером. Причем шиммер здесь такой же, как и многих других лаков. Он не совсем синий. Иногда он даже отливает каким-то фиолетово-розовым оттенком. Я бы назвала его, пожалуй, синелетовым. Знаете, я обожаю такого рода шиммер. Он всегда смотрится выигрышно, всегда смотрится ярко. В любом оттенке лака. А здесь такое нежное голубое крыле. Ведь действительно, да, «Морская железная дорога» и его название, и сам лак ассоциируется с морем, голубым небом. Мне кажется, он даже отчасти каким-то летним оттенком. «Don't look back». Нежное зеленое крыле с зеленым шиммером. Вы знаете, этот лак какого-то зелено-мятного оттенка, также необычного. Также здесь красивый шиммер, но немножечко он сливается с базой. Также он мне напоминает какую-то зефирку, либо жвачку. Он также, мне кажется, каким-то летним, легким, воздушным. Веет от него какой-то природой, свежим ветерком, зеленью, морем, голубым небом. Хотя не знаю, выдержу ли я до лета, чтобы накрасить его. Посмотрим. Вообще хочется побыстрее накрасить все. Но каждый раз жалко стирать лак очень быстро. Хочется носить их долго. В последнее время я вообще ношу лаки дней по пять, потому что они все такие красивые. Так жалко стирать всю эту красоту. Ну что ж, поговорили мы с вами об унесенных призраками. Теперь перенесемся в коллекцию Набио. У меня здесь есть кое-какие лимитированные лаки, которые я купила сама. Также есть кое-что, что мне прислали Набио на обзор. Два лака из их основной коллекции, также база и топовое покрытие. Но давайте быстренько пробежимся по базовым вещам. База под лак «Жемчуг планеты Мю». Эта база не совсем прозрачная. Она действительно имеет такой жемчужный оттенок, микро-микро шиммер, да, такой перламутр. Но по факту на ногтях никакого оттенка нет. Если только приглядываться, совсем супер макро рассматривать, тогда это можно увидеть. База ложится довольно тонко. Что касается нанесения лаков поверх нее, то я могу сказать, что лаки из базовой коллекции просто созданы для этой базы. Они все ложатся на нее, как по маслу, идеально наносятся. Что касается других лаков, то здесь она работает так же, как и в принципе любая другая база другого бренда. Что касается топового покрытия, скорость света. Кстати, оно ароматизировано грушей и садовыми ягодами. Но по факту сильного аромата я не чувствую, хотя я человек увлекающийся парфюмерией. Да, возможно, что-то отдаленное в отдушке имеется. Но для меня плюсом является то, что топ не воняет какой-то супер химозой, и мне этого достаточно. Конечно, особого раскрытия аромата я в ней не почувствовала. Технические характеристики топового покрытия просто замечательные. Прекрасно наносится, не слишком плотно, но не могу назвать очень тонким покрытие этого топа. Дает достаточный глянец. Если сравнивать, например, с Масурой, то мне кажется, глянец больше, чем у Масуры, но чуть меньше, чем у моего любимого в последнее время топа Нейлор. Сохнет очень быстро. За те деньги, которые стоит этот топ, я могу сказать, что он очень даже хороший, стоит своих денег. Мне понравился. Также у меня есть два оттенка из базовой коллекции. Этот джейд замечательный, просто прекраснейшая отражайка мятно-бирюзового цвета с таким игривым шиммером, который переливается то розовым, то персиковым, то золотистым. Большой плюс этой отражайки в том, что в ней мельчайшие частицы, она настолько деликатная, но при этом она так круто искрится. Для того, чтобы покрыть эту отражайку, сделать ее гладкой, нужен просто один слой топа, да хотя бы того, который я уже обозначила от Набио. Это роскошнейшая по текстуре отражайка. Также очень красивый цвет. Конечно, мне хотелось заиметь лачок темная фэнтези, но у Набио не было в наличии, они мне прислали оттенок джейд. Но знаете, я очень довольна, он просто роскошный. Еще один оттенок, очень, кстати, похожий базой на джейд, это пиксель арт. Это мятная база с золотистой слюдой, также здесь есть разного рода глиттер. Лак выглядит очень нежным и, знаете, что-то есть в нем такое морское летнего. Кстати, какие-то похожие оттенки имеются и в унесенных призраками от мотыльков. В общем, лак классный. Кстати сказать, эти лаки из базовой коллекции Набио очень стойкие. Особенно чудеса стойкости показал пиксель арт. И все их я наносила на базу жемчуг от Набио и покрывала их топом, который с грушей и садовыми ягодами. Ну что ж, теперь перейдем к лимитированным лакам от Набио. Тринадцатый этаж. Это зеленый голографик. Он переливается из разных оттенков зеленого, от такого травянисто-золотистого до изумрудного. В нем проявляются также какие-то синевато-фиолетовые блики. Здесь голо довольно-таки мелкое. И знаете, этот голографик довольно-таки сложно описать. Вообще я поняла, что голографик голографику рознь. И сколько разных голографиков имеется в моей коллекции. И все они не похожи друг на друга не только оттенками, а именно тем самым голо. Здесь голография, знаете, она как маленькие иголочки вспыхивает вот так на этом лаке. Я просто даже не знаю, как это описать. Вот именно какая-то колющая такая голография. Лак, безусловно, красивый. И как любительница зеленого всем рекомендую где-нибудь его отыскать. Следующий прекрасный лак называется «Воспоминание». Это лак такого грязновато-серовато-бежевого, что ли, оттенка. С шиммером такого красно-золотого-оранжевого. Также в его составе имеются хлопья юки. Это очень интересный оттенок. Казалось бы, какая-то грязноватая база. Но смотрится это довольно-таки классно. Он смотрится, как будто, знаете, туманным утречком вы вышли в рассвет. И среди этого тумана, знаете, врываются лучи яркого солнышка. Очень классный и эффектный. Но пока что им я не красила ногти. Просто не успеваю. А вот чем я красила, так это комета Галлея. Это нежный лиловый лак с довольно ярким шиммером, который, знаете, переливается также в какой-то синеватый, фиолетовый. Ну, как обычно, мы все называем это синелетовым шиммером. Также в лаке присутствует рассеянная голография. Этот лак нереально крут в разном освещении. Его шиммер ярко горит при ярком электрическом освещении. А на улице, даже при пасмурной погоде, он подсвечивает сам себя и выглядит не менее эффектно. Конечно, иногда проглядывается эта грязновато-перламутровая база. Но я не могу сказать, что она портит лак. Наоборот, это удивительное сочетание оттенка и шиммера. Если вы хотите какой-то необычный лак, ну, конечно, сейчас его уже не купить, только лишь в сейле. Но, тем не менее, у вас есть шанс приобрести что-то необычное в свою коллекцию. Дальше лак, который напоминает мне елочную игрушку и просто хочется снова ворваться в Новый год. Блокчейн. Это темно-синий, около черного, может быть, с ноткой серого лак, с разной слюдой. Розовый, синий, зеленый. Также здесь есть серебристый светоотражающий глиттер. Ну, очень крутой лак. Вот реально он напоминает мне елочку, которая просто сияет огоньками в темноте. Очень красивый. Ну что ж, а теперь мы перейдем к коллекции по котикам от Селла Наст. Вы знаете, когда был релиз этой коллекции, я всего лишь купила два лака. Но потом, когда я накрасила ногти первым лаком шотландец, я поняла, что мне необходимо намного больше лаков. Потому что эти магниты просто роскошны, невероятны и красивы. Ну что ж, приступим. Первый лак, которым я, кстати, накрасила и который вдохновил меня на покупку других лаков из этой коллекции, это шотландец. Это пепельно-голубой магнит с красным шиммером, который искрится. Причем шиммер здесь не слишком мелкий, он довольно-таки крупный, но лично мне это очень нравится, потому что он просто нереально искрится. Также большинство лаков из этой коллекции имеют шифты в другие оттенки. Например, этот лак имеет шифт в какой-то зеленоватый и желтоватый. Я просто обожаю его, он очень плотный, он буквально с первого слоя перекрывает ногтевую пластину, а в два слоя так просто шикарен. И, кстати, магниты из этой коллекции практически все довольно-таки легко магнитятся. Что касается шотландца, так он ну просто у меня фаворит в этой коллекции. Следующий яркий представитель кошачьих среди селанаст это Каумани. Это зеленый магнит с синим шиммером. И это, наверное, самый яркий лак в этой коллекции. Им я уже тоже красила, но мне понадобилось три слоя. В принципе, с этим лаком чуть-чуть попроще в плане шифтов. В отличие, например, от других лаков, он не имеет какого-либо конкретного перелива в другие оттенки. Возможно, да, немножечко другой оттенок зеленого, немножечко другой оттенок синего. Но кардинальных каких-то других переливов в нем нет. Но в целом мне это и не нужно. Он красив сам по себе этим сочетанием синего и зеленого. Но зеленый, как вы знаете, я просто обожаю. Роскошный Каумани. Дальше Мейн Кун, которого я вообще не собиралась покупать. Но, как говорится, уже меня занесло полностью в эту коллекцию. И из сейла я хапанула еще и Мейн Куна. Это оранжевый магнит с таким красноватым шиммером. Ну, возможно, что-то в нем присутствует розовое или коралловое. Но в целом это также очень яркий лак, который может посоперничать с Каумани в своей яркости. Следующий лак Ликой. Это очень необычный лак. Он выглядит, как состаренное золото с черно-красной мелкой слюдой. Это очень необычное сочетание. Это красная слюда. Так зловеще выглядывает из базы этого лака. Дальше Бенгал. Это магнит синий-фиолетовый с таким розово-бордовым шиммером. Яркий, красивый. Этим лаком я еще не красила, но думаю, что у него определенно имеются разные интересные шифты. Судя по флакончику, когда я его рассматриваю, в нем проявляются какие-то оранжеватые и какие-то голубоватые оттенки. Интересно, когда я накрашу, что же он мне покажет, какие еще стороны и свои и грани этот Бенгал. Дальше Абиссинская кошечка. Это красновато-медный магнит с шиммером такого, знаете, очень интересного оттенка. Он то ли бирюзовый, то ли фиолетовый, то ли с зелецой. Что касается его, то вы знаете, вот в намагничивании он был лично для меня капризным. Я потратила довольно-таки много времени для того, чтобы получить необходимый мне блик, но все равно он очень красивый. Он также шифтит в разные оттенки. Сам его оттенок довольно-таки неуловимый, потому что он и не совсем красный, он с разными примесями. И также здесь не совсем не синий, и не фиолетовый, и не бирюзовый. Здесь два необычных сочетания в одном лаке. Так что обратите внимание на Абиссинчика. Еще один красавчик, Норвежская лесная. Тоже еще не успела им накрасить. Ну как тут успеешь, когда столько прекрасных лаков вокруг? Это желтый магнит с фиолетовым шиммером. Причем если вглядеться, то среди этого фиолетового шиммера также попадаются еще и красный шиммер. Но мне кажется, его все-таки чуть меньше, чем фиолетовый. Но тем не менее, это очень интересный замес, поскольку здесь сочетание нескольких видов шиммера. Еще один красавчик, Норвежская голубая. Это синий магнит и разноцветная Аврора. Этот лак шифтит также в более яркий зеленый, в более светлый голубой. Он иногда кажется то более темным, травянистым, то более каким-то светлым, изумрудным. Им я тоже не красила. Кстати сказать, этот лак вообще редко попадается в сейле. И мне очень повезло, что одна прекрасная дама мне его продала. Поэтому, если вдруг увидите его в сейле, то хватайте, потому что не так часто я его видела, чтобы кто-то избавлялся от русской голубой красотки. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошло наше с Йориком лаковое видео к концу. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Если вам нечего сказать, поставьте нам с Йориком сердечко в комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.